козлик на выпасе вот наловил этих колючек вот такой красавчик теперь да молодец всем привет сегодня первый раз забивали козу маленькую ну просто получается мы решили выбраковывать коз те которые останутся это у нас с хорошим характером более покладистые которые боязливые такие их мы решили убрать чтоб самим не мучиться и других людей не мучить если даже мы будем продавать пост чтобы были качественные козы нас и люха убирает шкурку ну шкурка это хорошая но у нас никто их не умеет выделывать поэтому она у нас будет на утилизацию пойдет и так то вообще классно у нее пушистая такая кстати это коза у нас от германа который козел то у нас был пушистенький но мы его продали зимой даже не зимой в марте где-то у нас прозимовал его продали его кстати купили люди которые занимаются именно вот да вот они видимо из пуха там вяжут или что-то там делают вот но мы пока до этого не доросли кстати козу мы ни разу не пробовали мы же только козлов пробовали но в принципе мясо было вкусно никакой не вонючая она вообще абсолютно было очень очень нормальное мясо и причем необычный такой вкус но не похоже на говядину да нет не похоже на баранину тоже не похожим у него свой уникальный вкус этого мяса не ну так то нормально такая мясистая она да не худая ну так хорошо откормленная она вообще у меня была считай на молоке сидела вот я ее недавно только вот на днях отсадил да вообще полностью хорошее питание правильное было у нее так что я думаю мяско будет отличное так все шкурку мы сняли с тушки вот такая вот у нас тушка большая получается ну достаточно такая нормальная для козы это мясо как в прошлом году козла кололи это меньше там не на чем было смотреть а здесь конечно хорошее откормилось козы и причем правильный мы не кормили зерном а вот именно трава сена еще плюс молоко она пила в общем прям самый сок сколько ей так и чё получается вот 7 месяцев 12 было ну вот как раз да самое такое молодое мясо 7 месяцев уже все как бы рост ну еще конечно же она бы подросла смотри сколько жира на кишка вообще уже зажирела вчера только отсадила от матери получается она все это время была жир пойдет на перетопку да он очень полезный лечебный жир конечно же его выкидывать не будем ничего зря козу растили что это филешка ну как с брюшина о смотри какая рубашка о ништяк я это перетоплю я люблю топить жиры и потом их в баночках копить так я мыло и не сделала но может когда нибудь сделаю может кстати можно попробовать из козьего жира мыло сделать берут мясо в жир заворачивать именно ну это кстати похоже на этот на овечью да такую штучку ну у нас рубашка она сделала еще по-моему какую-то колбасу в ней делают да ну посмотрим что мы из мяса будем делать может тушить может какую-нибудь тоже колбасу сделаем не знаю посмотрим по настроению да тут вообще жир один ничего она зажирела так что нет надо а это смотри знаешь что это молочный железо нет это скорее всего женские трубы нельзя так долго держать на молочном скармливании вы посмотрите как они зажиревают месяцев наверное до четырех только и хватит ага молоком кормить до трех до четырех ну до трех хватит потом вот уже начинается жир какой ничего она ну зато пригодится нам жир что мы ну это что-нибудь из него сделаем тем более раз он такой полезный лечебный так тут вообще вот тут кстати оса летает хышница и ей очень это нравится все сегодня прохладный день такой сегодня вот я поэтому и решил уже 30-е да где-то сентября сегодня и прохладно уже гуси летят на юг у нас сегодня с утра целый день такими клинами летели кстати ставлю в видео я их просто снял вот уже и лебеди подались на перелет я думал они еще здесь задержатся на наших полях хотя что-то снижаются ну что тут блин тут надо целый килограмм мыла из этого делать вот уже целый кулек мяса такое сочное прям келешка даже не знаю шашлыки делать или колбасу да ну вообще класс 10 килограмм и и и и и и